Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Галины Титарчук. Главная тема сегодня – паводок. Пока он не угрожает лишь Цивильскому району. За сутки уровень воды в реке снизился на несколько сантиметров. Хотя власти все равно готовятся к самому худшему сценарию. Здесь оставили список территорий, которые могут попасть в зону подтопления. Окраина города Цивильск, деревни Тувси и Три Избы. Местные жители и спасатели готовы встретить половодие во всеоружии. Убедился в этом и мой коллега Дмитрий Ковалев. На опоре моста красная метка в центре улицы вот такой измеритель. Опасный уровень пока не пройден, хотя в этой деревне одна улица уже подтоплена. Местные жители, научные горьким опытом, запаслись продуктами, медикаментами и питьевой водой. Если они будут отрезаны от цивилизации, пригодится. Местные жители научные... Ой, запаслись, целые машины привезли. Муку, крупу, масло. Чему еще? Песок. Самый главный, дрожжи с песком. На случай. На случай. Чтобы, когда сюда не заезжаем, хлеба надо ведь печь. Они уже привыкли встречать каждую весну в болотных сапогах. В другой обуви по улицам пройти невозможно. Местные жители Содороганин вспоминают 2005 год. Тогда большая вода приблизилась вплотную к их домам. Во многих сараях залила подвалы. Вот так было в 2005 году. До моего дома доходило. Вода на полях и на проезжей части для Цивильска тоже привычная картина. Паводок пока отступает, но ситуация может ухудшиться в любой момент. Поднять воду до опасной отметки могут обильные ливни. Пока по улицам деревни Триезбы можно с легкостью пройти даже в резиновых сапогах. Но власти района готовятся к самому худшему сценарию и держат на готове резиновые лодки, чтобы люди смогли доплыть до своих домов и привезти продукты питания. Каждый день спасатели объезжают опасные участки. Ликвидировать последствия половодья готовы более 80 человек. На их вооружении специальная техника. Местных жителей власти района готовы эвакуировать. Для них подготовлены места в гостинице. Но люди отказываются покидать свои дома. Всем были разданы памятки. Все аварийные спасательные формирования. Повышенные готовности. От воскресенья 7 апреля приняли постановление о введении повышенной степени готовности. Перед ЧС, в случае ЧС. Но пока вода сейчас с уровнем сучастливого дня. Вода сегодня стоит в таком же уровне. Но сзади она поднялась на 6 сантиметров. Чтобы обезопасить жителей от паводка, на окраине Цивильска выпрямляют русло реки. Пока она проходит по своеобразному изгибу. И именно в этом месте образуется ледяной затор. В следующем году большая вода городу уже не будет угрожать. Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика. В эти дни в германском Ганновере проходит ярмарка Ганновер Мессе. Одна из крупнейших в мире выставок высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации. Из года в год здесь предоставляются уникальные возможности для установления международных контактов, налаживания сотрудничества, привлечения инвестиций и расширения рынков сбыта. В работе выставки принимают участие и делегации из Чувашии. У нас на проводе из Ганновера Александр Рыбаков, руководитель Центра экспортной поддержки. Тут больше 40 человек. В основном от холдинга АБС «Электро». В НИИР, АБС «Автоматизация». Очень много приехало малых и средних компаний. Ну, больше 20 компаний здесь. Это самая представительная делегация на Ганновер Мессе. Удалось заинтересовать и максимально собрать бизнес в Чувашске. Сейчас у нас ожидается встреча с турпредом Российской Федерации, ФРГ, Зверевым Андреем Викторовичем. Мы участвовали в бизнес-саммитах, брифингах. Тут практически все ключевые министры. Министр промышленности Мантуров, Белоусов экономики, Ливанов министр образования. Ну, в общем-то, здесь каждый день проходят саммиты, конференции, круглые столы, встречи. И мы здесь все обсуждаем. Вот и наши релатекс пообсуждали, и наш кластер, и продвижение наших товаров и услуг на рынке Европы. Сегодня наша делегация поехала на завод «Блок». Это трансформаторный завод. Мы хотим посмотреть, как они работают. Большой интерес к этому у нас испытывает проект «Электротехника». У них открылся на площадях Шумерлинского завода свет автомобилей. В Шумерлих будет подписан контракт. Сейчас как раз мы обсуждаем детали этого контракта между компанией «Стальплюс» и одной из немецких компаний. Сумму контракта я не могу сказать, но она будет существенной. Сегодня более ста человек за четыре часа стали участниками донорской акции в Чебоксарах. Первоначально планировали, что ее участниками станут чиновники. Мобильная станция переливания крови работала у здания Дома правительства. Но на призыв сдать кровь откликнулись и судебные приставы, и случайные прохожие. С самого утра к мобильной станции переливания крови идут чиновники, представители министерств, администрации главы региона, комбината питания. Пример своим подчиненным подает глава Минздравсоцразвития. Твоя кровь может кому-то помочь. Вот это, наверное, самое главное. А все остальное, даже ощущение легкого головокружения или легкой слабости, они в принципе уходят на второй план. Вид иглы и сама процедура не для всех приятные. Но, вопреки неприятным ощущениям, пришедшие делятся кровью добровольно и безвозмездно, чтобы пропагандировать такое донорство в республике. Добровольцы проходят анкетирование, анализ и обследование. А дальше на процедуру. По словам специалистов, недостатка в крови и ее компонентах в Чувашии нет. Были времена, когда заготавливали лишь 4000 литров цельной крови. Сейчас 15000. И этого вполне достаточно, чтобы покрыть существующие потребности. Но пополнять и обновлять запасы все-таки нужно. Радует, что, несмотря на изменение закона о донорстве, количество доноров в Чувашии не сократилось. Ушло только так называемое платное донорство. И то частично платное. Потому что есть те варианты, когда сдается кровь все равно за деньги. То есть это особые группы крови, это подготовка специализированных компонентов крови. То есть это все осталось. Поэтому ушло вот это масштабное донорское движение, которое было там раньше за деньги. На сегодняшний день оно осталось безвозмездным. Между тем, для почетных доноров, это те, кто сдал кровь не менее 40 раз, плазму не меньше 60, предусмотрены дополнительные льготы. Денежная компенсация 11 тысяч рублей в год и право на звание ветеран труда. А для сегодняшних добровольцев награда – паек, чай с печеньем и другое поощрение. Мы, поскольку на выезде находимся, вот около дома правительства, сегодня будет не питание, будет здесь, а денежная компенсация на питание – 120 рублей, две справки на сегодняшний день и на дополнительный день, который можно присоединить к отпуску. И, конечно же, человек становится безвозмездным донором. Ну, это, во-первых, еще и его статус. Статус, во-первых, то, что он здоров абсолютно прошел, да. Наши все анкетирования, наши все, сдает он гемоглобин. И, во-вторых, конечно, он поможет. Он поможет другому человеку. И это должно быть самое главное. Тот, кто сегодня сдал кровь, вполне может быть зачислен и в разряд профессиональных доноров, если, конечно, плазма пройдет карантинизацию и будет признана безвредной для переливания. Ольга Григорьева, Леонид Клейман, Республика. Как учиться так, чтобы было интересно? Как свои знания применять на практике? Как стать ученым? В 47-й раз в Чувашском госуниверситете проходит студенческая конференция. В этом году в ней участвуют более 3,5 тысяч человек. В течение пяти дней студенты вузов и СУЗов, а также школьники, поделятся своими наработками и исследованиями на дискуссионных площадках в самых разных сферах науки. Научный форум студентов из года в год становится все более масштабнее. Поначалу научная студенческая конференция носила вузовский формат, затем в 2001 году стала межвузовской. И далее по нарастающей – региональной, всероссийской. И сегодня уже с гордостью конференция получила статус международный. В этом году у нас уже и международное участие принимает участие из города Актабе. Это западный Казахстан, студенты из медицинского университета. И сегодня у нас состоится в первый раз интернет-конференция в онлайн-режиме, где с нашими студентами о вопросах экологии будут разговаривать студенты и профессора Казанского федерального университета, Самары. То есть действительно получится такой технический прогресс. Конечно, научная работа студентов не ограничивается одной конференцией. Весь учебный год студенты проводят исследования, при каждой кафедре действуют кружки. Юноши и девушки активно участвуют в конкурсах, выезжают на международные конференции. Этот научный форум проще назвать итоговым, где молодые ученые говорят о достигнутых результатах. Безусловно, это и посыл в будущее. То, чем студенты будут заниматься следующий учебный год. Деклад у меня называется «Численное моделирование нестационарного процесса сопряженного теплообмена между горным массивом и рудничным воздухом». Тема достаточно актуальная для горнодобывающей промышленности. Она направлена на моделирование основных теплообменных процессов, происходящих в рудничных шахтах. Мне интересно поделиться своими наработками с учеными. Участники конференции рассмотрят проблемы различных направлений – исторического, технического, медицинского и других. Много работ посвящено событиям Сталинградской битвы. На конференции активно обсудят роль молодежи в решении экологических проблем общества. Стоит отметить, что каждая секция станет дискуссионной площадкой, где студенты поделятся накопленными знаниями и опытом. Достаточно распространенная проблема в современной микробиологии – то, что появляется очень много патогенных микроорганизмов с устойчивыми свойствами. То есть они, можно сказать, привыкают к действию антибиотиков. И при назначении лечения острых респираторных вирусных заболеваний, бактериальных инфекций, эти антибиотики уже не действуют. И мы стараемся решить эту проблему в данный момент. И пытаемся создать какое-то новое вещество, которое в этом поможет. В актуальности и нужности такого форума участники конференции уверены на все сто. Потому как, занимаясь непосредственно наукой и исследованиями, необыденным посещением занятий в университете, студенты могут реализоваться в теории, так и на практике. Гордицы республики есть чем. Студенты Чувашского госуниверситета воплощают в жизнь свои наработки довольно успешно. Данифа Тагерова, Андрей Спиридонов, Республика. В скором времени электронный документ вытеснит бумажный. Уже сейчас государственные и муниципальные услуги предоставляются в электронном виде. Создана система межведомственного электронного взаимодействия СМЭФ. С ее помощью органы исполнительной власти Чувашии, муниципальные районы, городские округа и сельские поселения обмениваются между собой информацией. Для того, чтобы наладить работу в СМЭФ, специалисты Мининформполитики Чувашии проводят обучающие семинары для представителей администрации районов и городов, а также сельских поселений. Очередной прошел в городе Ядрин. На сегодняшний день почти у каждого дома есть компьютеры с выходом в интернет. Современные технологии позволяют удаленно проводить многие операции, в том числе получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Для этого необходимо зарегистрироваться на едином портале госуслуг. Процедура несложная, займет лишь 10 минут. Альтернатива этому так называемые информаты. Терминал рассчитан на тех, у кого нет под рукой выхода в интернет. С помощью аппарата можно зарегистрироваться на портале, подать заявление на получение какой-либо услуги в электронном виде. Таких многофункциональных аппаратов в республике всего пять. В Щебоксаре, Канаше, Шумерле, Аллатре и Ядрине. В нашей республике они заработали осенью прошлого года. Для меня информат, конечно, новшество. Можно здесь получить, посмотрел разные услуги, оплатить штраф, получить также сведения с пенсионного фонда, узнать о субсидии и многое другое. Информат, напоминающий обыкновенный терминал оплаты, делает практически все. В одном оборудовании и принтер для распечатки необходимого документа, купирует приемник, видеосвязь с выходом в колл-центр, а также вай-фай. Впрочем, последняя функция пока недоступна. С помощью видеосвязи можно получить необходимые консультации у специалистов. Если вам что-нибудь непонятно, у вас возникают какие-либо трудности, вы можете связаться с оператором электронного правительства. То есть вы берете трубочку и нажимаете либо аудиосвязь, либо видеосвязь. Вот в этом окошке у нас появляется через некоторое время оператор, вы ему задаете вопрос и он вас консультирует. Всего в Чувашии на сегодня через единый портал госуслуг предоставляется 69 государственных и муниципальных услуг. Популярностью среди населения пользуются такие услуги, как оформление паспорта гражданина России и загранпаспортов, получение водительского удостоверения, проверка штрафов, задолженности по долгам. Для обмена информацией между органами власти была создана система межведомственного взаимодействия. К нему подключены все органы исполнительной власти Чувашии, органы местного самоуправления, сельские поселения. Для пробирования системы выявления недочетов в ее работе изначально было организовано использование системы по 14 социально значимым государственным и муниципальным услугам. Сейчас работы по предоставлению 96 государственных и муниципальных услуг через МЭФ завершены. Сотрудники имеют специальный ключи для запросов. С 1 июля 2012 года органы власти и органы местного самоуправления, то есть сотрудники, которые предоставляют услуги, не имеют права запрашивать документы у граждан. Они сами должны запрашивать документы у других органов власти. Чтобы вот эта статья закона исполнялась, создана система межведомственного электронного взаимодействия. В этой системе у нас работают 15 органов власти, 26 органов местного самоуправления и 291 сельское поселение. Для того, чтобы у сотрудников, которые оказывают государственные услуги, не возникало вопросов и могли работать без перебоя, совместно со специалистами Мининформ политики Чувашии был проведен выездной обучающий семинар. Показывали, как правильно отправлять запросы и получать ответы по системе межведомственного взаимодействия. Как правильно подписывать ключами электронной подписи. Подобное мероприятие уже проводилось в Канаше. В дальнейшем обучение пройдет в Шумерле и в Чебоксарах. Алексей Иванов, Евгений Анисимов, Республика. Наша съемочная группа побывала в прошлом. Машина времени здесь ни при чем. Окунуться в жизнь прятков в Чебоксарах можно в художественном музее. В эти дни там проходит выставка «Культура Суваро-Болгар». Кто такие Суваро-Болгары и какое отношение мы имеем к ним? Чем они жили и во что одевались их модницы? Чтобы узнать все это, не нужны ни толстые энциклопедии, ни всемогущий интернет. В Чувашском художественном музее прошлое можно увидеть своими глазами. У авторов выставки сложная задача. В нескольких залах разместить целые тысячелетия. Загадочная страна Субарту около озера Ван. Там, по мнению специалистов, проживали древние прародители современных Чуваш. А территория более позднего государства Волжской Булгарии выходила далеко за современные границы республики. Не только Чувашская республика, а вся эта территория была нашей древней республикой, государством Волжской Булгарии. Откуда произошли наши предки, где проживали, какие имели символы и обереги? Если всю эту информацию не получается унести с выставки в голове, то есть возможность забрать ее в книге «Культура Сувара-Булгар». Один из авторов, Юрий Ювенальев, признается – факты, представленные в издании, были открытием и для него самого. Мы же говорим себе, что мы Чуваши. А после того, как мы изучили, оказывается, Чувашими нас начали называть только в 16 веке. А раньше наш народ был Сувар-Булгарами. Это вот для нас неожиданно и очень интересно было. Привязанность Ювенальева к родине и к своему народу выражается не только в изучении истории. Все свои картины заслуженный художник Чуваший пишет только в родной деревне Асло-Яла. Некоторые свои картины пишут по всей России, путешествуют, выискуют, куда-то лазят за рубеж, а мне ничего не надо. Мне своя маленькая деревня очень нравится и вдохновляет. Впрочем, иногда за историческими открытиями и памятниками старины приходится ехать далеко за пределы Чувашия. К примеру, вот эти каменные памятники доказывают. Сувары-Булгары использовали для письменности арабскую вязь. Нам пришлось вместе с гуманитарным институтом и институтом маржани Татарстана провести наушные экспедиции территории Чувашьей республики, Татарстана, Ульяновской области и Нижнегородской области. Мы исследовали арабографические памятники, начиная с 13 века до середины 18 века. Ну а 10 апреля увидеть на выставке можно будет и настоящие сокровища. По мотивам Сувары-Булгар художник-ювелир Владислав Николаев воспроизводит женские головные уборы и украшения из чистого серебра и драгоценных камней. Вот эта система, вот эти украшения височные, только находятся в местах, где Сувары-Булгары. Города Булгар, Сувары. Как понял, что мы Сувары, у меня все открылось, особенно предки. Это мне ночью приснилось, связь с предками. Мне они открыли, я в 4 часа проснулся, 15 лет думал, и тут в 4 часа проснулся, и жене я начал рассказывать, какое должно быть, вот, как должны быть вот эти украшения современные. Уже все полностью в голове, полностью чертежи все были. Выставка будет работать до 15 апреля. А пообщаться с авторами экспозиции лично можно будет 10 апреля на пресс-конференции. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Стас Матвеев, рекордсмен Книги рекордов. Он запомнил 10 тысяч знаков в числе Пи после запятой. А безошибочно воспроизвести ему удалось более 8 тысяч из них. Цифры он писал на доске в течение 4 часов, в присутствии комиссии и при непрерывной съемке на видеокамеру. Потом рекорд был официально зарегистрирован в Книге рекордов России. Как сейчас живет Чубаксарец с феноменальной памятью и чем занимается, выясняла Татьяна Трофимова. А это секрет. Секрет в работе над собой заключается. Я думаю, это секрет в любом деле. То есть да, каким-то людям что-то дано большее с рождения. Я бы не сказал, что мне именно дано способность запоминать. Мне просто дан интерес вот именно к данному направлению. Цифры интересовали Стаса с раннего детства. Когда был маленьким, говорит он, часто ходил с мамой на рынок и постоянно считал все, что попадалось на глаза. В школе свой интерес молодой человек подкреплял усиленными занятиями математикой. Мне нравились цифры и дальше я это просто начал развивать. И это вылилось в то, что я научился запоминать разные виды информации довольно быстро и в большом объеме. Запоминал там всех американских президентов в год управления, там все штаты Америки. Ну так много различной информации. Потом я узнал, что кто-то там в России запомнил число ПИТом до 6 тысяч знаков. Я подумал, что в принципе это не так много и я могу запомнить больше. Я запомнил 10 тысяч знаков, но как бы на рекорде мне удалось установить чуть более 8 тысяч знаков. На подготовку рекорда у Станислава ушло всего 3 месяца. Запомнил все за 10 дней. На этот момент он уже был студентом Московского института электронной техники. Как утверждает сам молодой человек, для него было важно не рекорд установить, а показать возможности человеческой памяти. Сейчас Стас проводит мастер-классы и онлайн-тренинги для тех, кто хочет научиться запоминать больше информации. Помимо этого, любовь к цифрам помогает ему успешно вести свой бизнес. Я занимаюсь интернет-магазином по соковыжималкам бытовой техники. То есть мне самому нравится питаться свежевыжатыми соками. Я как-то вот обнаружил такую вещь, что соковыжималки востребованы. И создал свой интернет-магазин. И также у меня есть офлайн-магазин и игрушек, преимущественно детских игрушек, необычных. Я тут посчитаю, я тут все сделаю, я тут, где что нужно, запомню. То есть вот в этом мне это все нравится. То есть посчитать там, возможно, где какая прибыль, где какие убытки, где какие расходы. К тому же прошлым летом в тираж вышла книга Стаса «Феноменальная память». И, надо сказать, была успешно распродана по всей России. Я собрал весь свой опыт и написал то, чего как бы не было раньше в русскоязычной литературе. И я думаю, поэтому она интересна многим людям, потому что там именно реально практическая информация, как я все сам делал. У молодого человека с феноменальной памятью вполне конкретные цели на будущее. Стас собирается продолжить изучать мышление человека. И в ближайших планах рекордсмена России проводить тренинги по запоминанию информации не только в Чебоксарах, но и в Москве. Татьяна Трофимова, Леонид Клейман, Республика. А теперь очередь нашей постоянной рубрики, в которой телезрители присылают нам видео или фото. Очередное видео мы получили от нашей телезрительницы, которая, гуляя с ребенком, сняла любопытные кадры. Гуляя с ребенком, я обнаружила неподалеку от детского сада огромные лужи. Решили измерить их глубину с помощью детской лопатки. Любопытно, что летом отремонтировали дорогу к супермаркету, а во двор дома завернуть забыли. Каждый день здесь сотни людей спешат на работу и домой. Дети идут в садик. Но это еще не все. Подходя к своему дому, мы обнаружили глубокую яму, образовавшуюся после провала асфальта. Как видите, она тоже немаленькая. Детская лопатка полностью исчезла. Ух ты, как глубоко! Кстати, все это мы сняли около дома номер 3 по улице Янаушека. Хотелось бы, чтобы управляющая компания приняла меры. Если вы тоже стали свидетелями какого-то события, увидели что-то необычное или столкнулись с проблемой, присылайте нам свои репортажи. Наш электронный адрес – tvsobaka.ntrk21.ru В памяти земляке. 9 апреля в Чувашии вспоминают героя России, уроженца деревни Липовка и Бресинского района, Леонида Константинова. Сегодня ему исполнилось бы 52 года. Леонид Сергеевич погиб 31 мая 2001 года, выполняя боевое задание. Последним местом его службы стал Северокавказский округ пограничных войск России. В этой горячей точке он командовал вертолетной эскадрильей. 31 мая подполковник Константинов пилотировал вертолет Ми-8, на борту которого находились депутаты Госдумы России. В горной местности Ингушетии вертолет был обстрелян террористами. Подполковник Константинов получил 6 пулевых ранений, но сумел удержать управление вертолетом и вывел его из зоны огня. А затем смог посадить горящий вертолет в безопасном месте и спасти жизни всех пассажиров. Вскоре после посадки Леонид Константинов умер от ран. Каждый год в Липовской средней школе проводятся соревнования по волейболу памяти героя. 6 апреля состоялся очередной 13-й по счету турнир. Сильнейшие команды Ибресенского района, а также волейболисты из Чебоксар и других районов республики боролись за переходящие кубки, медали, дипломы и ценные призы. В итоге на пьедестал почета поднялись команды Эдкер, Дентамет и Вертолет, занявшие соответственно первое, второе и третье места. Кроме этого специальные призы вручили лучшему игроку турнира Вячеславу Макарову из поселка Ибреси, лучшему нападающему Александру Ермолаеву, а также самому молодому и самому старшему игрокам, лучшему блокирующему. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Берегите друг друга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин